МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Организация договора о коллективной безопасности не должна превратиться в очередного фантома. На это обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с генеральным секретарем организации Николаем Бордюжей. Глава государства предложил гостю изложить сведения ситуации, которая складывается на постсоветском пространстве и, в частности, ВДКБ. Также были обсуждены и другие вопросы, которые влияют на положение дела организации. Все подробности в наших следующих выпусках. В Беларуси и Китае договорились укреплять стратегическое сотрудничество, а расширение взаимодействия между странами шла речь в ходе визитов КНР государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Межуева. Во время переговоров стороны договорились расширять взаимодействие двух стран по ключевым направлениям. Ситуацию на юго-востоке Украины и реализацию минских договоренностей сегодня должны обсудить главы внешнеполитических ведомств Нормандской четверки. Встреча представителей России, Германии, Франции и Украины запланирована в Берлине. Среди главных вопросов создание рабочих подгрупп по Донбассу. А украинский лидер Петр Порошенко от этой встречи ждет обсуждение ввода миротворцев на Донбасс. Они, по словам президента, должны стоять не только на линии соприкосновения, но и на границе. Напомню, предыдущая встреча в том же формате прошла в Париже 24 февраля. Между тем, в районе Донецка и Широкино взобновились обстрелы. Информации о жертвах пока нет. В США в борьбу за пост президента страны вступит экс-гость секретарь Хилари Клинтон. В ближайшее время она собирается на встречу с избирателями Вайову. По традиции, именно отсюда начнется новая президентская гонка в США. Первичные выборы в этом штате зададут тон всей предстоящей избирательной кампании. Это уже вторая попытка 67-летней Клинтон вступить в борьбу за пост президента страны. В 2008 году она проиграла выборы Бараку Обаме, а сейчас считается безусловным лидером среди потенциальных претендентов. Во внутрипартийной гонке конкурентом Клинтон может стать вице-президент США Джозеф Байден. Напомню, президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре будущего года. Учения НАТО начались сегодня в Литве. В маневрах, которые проходят на двух полигонах, участвуют около 450 военнослужащих из Литвы, Польши, Португалии и США. С каждым годом в этих учениях, которые проводятся уже в третий раз, задействовано все больше союзников по НАТО. Впервые американские партнеры прибыли в Литву с самоходными орудиями. Отмечу, в последнее время Североатлантический альянс довольно часто проводит военные маневры в разных странах. По словам представителей организации, это связано со сложной геополитической ситуацией, в том числе и с кризисом на юго-востоке Украины. Столицы Кении свыше 100 человек пострадали в результате давки в университете. Сообщается, что один человек погиб. Все началось после того, как в учебном заведении погас свет. Студенты расценили это как нападение террористов. Трагедия произошла на фоне тревожных настроений, охвативших страну, после того, как в начале месяца боевики Аш-Шабаб атаковали университет на севере Кении. Тогда жертвами нападения стали почти 150 человек. Трагическая случайность или родительская халатность. В американском городе Кливленде трехлетний ребенок выстрелил в Годовалово. Малыша срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Во время трагического инцидента в доме находились еще несколько ребят и как минимум один взрослый. Человеку, оставившему оружие без присмотра, будут предъявлены обвинения. Подобная трагедия в США происходит, к сожалению, нередко. Последний такой случай был в марте в Хьюстоне. Тогда погиб четырехлетний мальчик, выстрелив с себя из пистолета, который он нашел в доме у няни. В Дубае Человек-паук покорил 75-этажное здание. На глазах у десятков зрителей и полицейских. Французский экстремал Ален Робер без страховки залез на небоскреб в Дубае. Это самая высокая в мире спиральная башня. Залезть на нее оказалось непросто, так как во время подъема попадались отвесные стены, а там не за что было зацепиться. Робер признался, что готовился к этому дню целых два года. Скалолаз прославился в 1994 году, когда взобрался на башню Ситибанка в Чикаго. Всего же на его счету более ста высоток по всему миру. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве сотрудника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Во время рейда в Толочинском районе Витебской области сотрудник Оршанской межрайонной инспекции уточнял информацию о факте браконьерства. Она подтвердилась. Инспектор пытался проверить документы у человека с оружием. Нарушитель выстрелил. От полученного ранения сотрудник госинспекции скончался на месте. Стрелявший задержан. Теперь 55-летнему жителю Толочина может грозить срок лишения свободы до 25 лет. Пожизненное заключение или смертная казнь. Добавлю, что он ни разу не попадал в поле зрения милиции. Работает водителем в одной из организаций. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту 10-му части 2-й статьи 139-й. Это убийство полица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Уголовного кодекса Республики Беларусь. С задержанным в настоящее время работают следователи. При осмотре места происшествия, а также прилегающей территории, были обнаружены стреляная гильза, гладкоствольное ружье, а также патроны к данному гладкоствольному ружью. В Осиповичском районе 80 животных было спасено при пожаре. Их вывели из пылающего сарая работники сельхозпредприятия еще до приезда расчета МЧС. К сожалению, 11 телят погибло. В результате пожара уничтожено кровля и перекрытие сооружения на площади 900 квадратных метров. Причина происшествия выясняется. В Беларуси нынешней весной 14 человек погибло из-за разведения костров и выжигания сухой травы. Это в два раза больше по сравнению с минувшим годом. Как отмечают специалисты, жертвами огня зачастую становятся пожилые люди, которые не соблюдают элементарные правила безопасности. И жгут растения на своих приусадебных участках. Горящая трава и сильный ветер ставят под угрозу существование целых деревень. Между тем, за сжигание сухостоя может грозить даже уголовная ответственность. Например, за выжигание сухой растительности, стерни, пожнивных остатков, непринятие мер по тушению таких пожаров, предусмотрена ответственность до 40 базовых величин. За разведение костров в неположенных местах до 12 базовых величин. За нарушение требований правил пожарной безопасности, ответственность на физических лиц до 30 базовых величин. На юридических лиц до 200 базовых величин. Сильный ветер и грозы. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны на протяжении дня ожидаются кратковременные дожди. Местами с грозами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна в домах и не парковать машины вблизи деревьев. По прогнозам, всю нынешнюю неделю будет холодно, сыро и ветрено. В Беларуси из-за нарушений приостановлены работы на 50 стройплощадках. Это четверть объектов из тех, что подверглись проверке госстройнадзора. При объезде выдано и более полусотни предписаний. За порядком на стройплощадках следят санитарные службы. Особое внимание уделяется состоянию подъездных путей, наличию мусора, порядку складирования материала. Только в Минске с начала года рабочие группы районных администраций проверили почти тысячу строительных объектов. На нарушителей составлялись протоколы. Им выдавались рекомендации по исправлению ситуации. Суммы штрафов составили свыше полумиллиарда рублей. В Минске сегодня на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей ограничат движение транспорта. С 22 часов и до полуночи будет проводиться тренировка с водной роты почетного караула. Идет репетиция к параду, посвященному 70-й годовщине Великой Победы. Гай рекомендует водителям заранее планировать маршрут объезда с учетом таких изменений. Все больше популярность в Беларуси приобретает совместный проект «Письмо победителю» нашего телеканала и молодежных организаций «Пионерии БРСМ». Историю о тех героических днях можно услышать в любом регионе, ведь акция обязательно доберется до каждого уголка нашей мирной страны. В письмах-треугольниках свои истории рассказывают потомки солдат Победы и благодарят их за мирное небо над нашей общей родиной. Я писал письмо полковнику Шкиндеру Петру Васильевичу. Он был участником операции «Багратион» и участвовал в освобождении городокского района. Я его не знаю, но я знаю точно, что он был великим человеком, который подарил нам эту победу. В своих письмах мы пишем «Спасибо тебе за победу, солдат!» И низкий поклон всем солдатам в 1941-1945 году. Мышонок, слетавший в стратосферу, вернулся невредимым. Капсулу с грызуном доставили в Петербург. Шум, побывавший в стратосфере, стал гостем Петропавловской крепости, где прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Членам детского клуба имени Юрия Гагарина с трудом удалось уговорить мышонка покинуть корабль. За время полета мышинафт съел весь запас еды, шарик прессованного корма и несколько крупных долек огурца. Чувствовать себя космический пионер отлично. Своим экспериментом организаторы проекта продемонстрировали, что живое существо можно отправлять в стратосферу. Первыми были запущены тараканы, и они тоже вернулись живыми. Далее спортивное обозрение. Всего доброго и до встречи в шестнадцатом.